Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, какую компанию вы сегодня представляете. Здравствуйте, меня зовут Давид Шамаев, я представляю компанию Pony Express. Это крупный универсальный логистический оператор. И здесь мы на выставке находимся с целью, собственно, пообщаться с нашими клиентами, себя показать, других посмотреть, ну, для того, чтобы соответствовать рынку, оценить новые тренды, возможно, какие-то проблемы обсудить. Я сегодня также выступаю как спикер, достаточно интересная тема, приходите, пожалуйста. Вот, но основная наша история следующая, что мы по году доставляем порядка 13 миллионов отправок и посылок. Нам, конечно, хочется доставлять больше, мы каждый год растем, но для того, чтобы расти, мы должны опросить всех наших клиентов, посмотреть, что они хотят, сочетать какие-то их ожидания, поговорить даже с получателем грузов, чтобы просто банально совершенствоваться. Как вы считаете, в чем ваше конкурентное преимущество? Наше конкурентное преимущество, как-то не банально, в качестве. Важны, конечно, объемы, но самая основная история наша, это та, что у нас должны быть удовлетворены и наши отправители интернет-магазины, и наши получатели, это конкретные физлицы, такие, как мы с вами. Для того, чтобы человек, который получает груз, он всегда, скажем так, составляет свое мнение не только от товара, который он покупает, например, покупаете вы велосипед. Да, есть важна цена, важна качество, марка, но важно, как его вам доставят, как удобно вы его получили, нормальный ли был курьер, был ли он в спецодежде, хорошо ли он с вами поговорил, пообщался, как от него пахло, смог ли он принять у вас наличные, была ли у него сдача, или была возможность у вас сдать товар обратно, если вам не понравилось. Все эти вещи очень важны, и мы, конечно, обеспечим весь сервис, поэтому нас, собственно, любят клиенты. Давид, согласитесь, что ритейл развивается очень стремительно, а если брать e-commerce, то здесь еще более стремительная история. Как вы считаете, за какими решениями нужно сейчас охотиться для того, чтобы быть в тренде и вообще быть на первых строчках? Ну, ритейл, наверное, как и банковский сектор, у нас всегда впереди планеты всей. Этот сектор, где все новинки, IT тестируется очень активно. Мое мнение следующее, что в ритейле сейчас очень важна автоматизация, сокращение времени коммуникации с клиентами, и, конечно же, нужно идти от клиента, смотреть все-таки, чем та или иная компания берет, смотреть свои сильные и слабые стороны, слабые либо замыливать, либо, соответственно, с ними бороться, сильные и, собственно, развивать. Ничего, наверное, экстраординарного не предложу, но могу сказать так, что за ритейлом, конечно, будущее. Это та сфера, которая двигает вперед рынок, и в том числе и наш логистов, потому что зачастую ритейл не всегда продает собственные товары у себя в магазинах, в шоу-румах, зачастую они уже давно открывают, собственно, свои интернет-подразделения. И мы, как логистический оператор, стараемся вовремя их доставить, так чтобы это было клиенту удобно, либо до двери, либо в ПВЗ, или в почтомат. Сейчас почтоматы также сильно развиваются. Спасибо вам. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо.